Магазин 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 Это большой сельскохозяйственный район, тут по кругу. Вот тут даже говорят, вот, USDA, United States Department of Agriculture. Надо сказать, что Safeway далеко не дешевый магазин. То есть не то, чтобы он дорогой, этого тоже сказать нельзя. Ну и как бы и дешевым он не является. То есть если пойти в мексиканский, в китайский, в какой-то другой, значит, вы увидите там и вдвое, и втрое, и в четверо дешевле. И в пятеро тоже. Там, где речь идет о, скажем, тех же яблок. И, например, вот в магазинчик, где мы обычно покупаем, там яблок может быть легко, скажем, 35-40 сортов одновременно разных. И органических, и неорганических, каких хочешь. Это, друзья, корень джиншень. Лёва, возьми его в руку. Это корень джиншень, по-нашему джинджер. Стоит 4 доллара за фунт. Я вспоминаю, знаешь что, анекдот был, говорят, в советское время. Спрашивают, может ли корень джиньшень помочь при, как сказать, интимных отношениях. Говорят, может, если крепче привязать. Вот буквально такой страшный, жестокий анекдот. А где двоили еще джинджер? Перчики. Джерусалам. А, артишок. Иерусалимский артишок. Сейчас поищем. Иерусалимский артишок, друзья, это потрясающий корешок такой. Что-то я не вижу. Он как бы вместо картошки его хорошо. Там абсолютно отсутствует крахмал, практически отсутствует крахмал. Я вот здесь не вижу. Топинамбур его еще называются. Кстати, похож немножко издалека на маленькие кусочки корня джиньшень. Вот они, соленые огурчики, друзья, вы видите. Когда мы только что приехали в Америку, я помню, на некоторых там было написано кошер. Вот вы видите, например, классик, там они кошер, кошерные как бы огурчики. И американцы считают соленые огурчики, как бы многие, что это как бы еврейская еда. Хотя вот многие русские удивлялись, они говорят, как же так вот у нас в России это никакого отношения к евреям не имеет. Ну вот, просто советские, ну не советские, тогда еще российские евреи, вот они с собой привезли это дело. Потому что в еврейских ресторанах и кафе там подают, когда ты ожидаешь, не хлеб, а огурцы. Теперь нам вели на минеральной водичке. Давай вот эту возьмем. Давай, это хорошая вода. А с какой целью минеральная вода? Завтра омлет хотят делать с минеральной водой. Поскольку, по-моему, Ширвинд говорил, что надо минеральную воду добавлять, чтобы был такой пышный. А он еще в каком-то месте зарабатывал как повар? Он где-то нас Маки это рассказывал. Понял. Алла запомнил. Хорошо. Так. И, значит, огурчики мы взяли, капусту мы взяли. Огурчики мы какие взяли-то? Да. Ну, в общем, взяли и взяли. Я думаю, что его надо сваливать. Так. Пилигрина хорошая водичка, ребят, если вам когда-то захочется. Она не такая дешевая, кстати, но она хорошая. Мы тут в кассу встали в очередь. А на самом деле, вот с той стороны, касса самообслуживания, подошел, сам взвесил, там просканировал этикеточку и вот там все происходит. И денежку заплатил. Можно сказать, что там, где сейхвей, там успех, там победа. То есть там можно жить хорошо. Но взять уже нечего. Помнишь, когда приезжали, думаю, а сейчас ходишь и думаешь. Нечего взять. С другой стороны, есть еще аспект такой, что когда был молодой, и все было можно, так ничего не было. А сейчас вроде все есть, а уже... Тоже кое-что можно. Кое-что всегда можно. Тем более, они о нас заботятся. Без сахара делают, без жира, без холестерола, без глютена, без... Как? В молоке, как там это называется? Ну, как хотелось бы... В молоке. Интолеренс. Ну, что там оно? Что это за вещество, когда... Не милк интолеренс, а яшесловичка. Лактоз. Лактоз интолеренс. Да, вот без лактозы. Можно жить. Покидаем магазин. Я хотел показать вам тележечку для инвалидов. Вот можно на такой кататься по магазину.